приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и недостатке сегодня в этом видео мы поговорим о том как этаж дома где живет человек влияет на него поэтому очень важно знать эту информацию поэтому обязательно просмотрите это ведет начало до конца вам каждому хочется задать вопрос вы когда-нибудь обращали внимание на то как меняется ваше настроение когда вы переступаете порог своей квартиры постарайтесь ответить на этот вопрос честно если нет то стоит отнестись к этому вопросу серьезно и понаблюдать в древности люди уделяли много внимания тому месту где они жили но многие знания утеряны и не дошли до нас но на нашу жизнь оказывает непосредственно влияние как энергетика дома квартиры так и этажа конкретные числа оказывают влияние на определенные жизненные аспекты человека когда люди мечтают приобрести квартиру то перед ними возникает ряд вопросов каким должен быть и метраж позволяют ли деньги купить именно эту квартиру в каком месте располагается дом и какой вид будет открываться из окон выбранной квартиры когда же речь заходит о том на каком же этаже должна располагаться мечта всей вашей жизни то чаще всего люди отказываются приобретать квартиру на первом и последнем этаже не задумываясь над тем что номер этажа где будут находиться квартира играет очень большую роль в жизни каждого человека и способствует тем или иным событиям его жизни и конечно же влияет на ее уровень и изобилия и так сегодня поговорим о том что значит жить на том или ином этаже в доме чем каждый этаж привлекателен и что может принести вашу жизнь или чем он может принести определенные неудобства в жизни итак друзья начнем с первого этажа если по жизни вы не уверены в себе человек вам не хватает независимости амбициозности отсутствуют лидерские качества и вы не можете определиться что имеет смысл для вас в жизни и на что в первую очередь стоит обращать внимание то проживание на первом этаже сделает вас более психологически сильным и уверенным в себе человеком также поможет преодолеть возникающие жизненные проблемы а также поспособствует счастливой и благополучной жизни всем членам семьи вы с легкостью научитесь выставлять для себя приоритеты и слушать то что подсказывает вам ваша интуиция что быстро положительно скажется и на уровне жизни вы сможете позволять себе больше чем было ранее далее второй этаж если вы врач или вы публичная личность то этот этаж именно для вас он сделает вашу жизнь более креативной а новые идеи и возможности будут поджидать вас на каждом вашем жизненном шагу этот этаж сможет привлечь к вам комфорт любовь семейное счастье будут бесконечным а взаимопонимание и уважение будут вас окружать но также он может придать несколько неуверенности в поступках вам придется порой идти на решительные действия заранее обдумывая конечный результат третий этаж 3 это число несущая в себе удачу а семейная жизнь будет очень благополучной семья будет полное взаимопонимание страсть отношения будут крепкими и идеальными но нужно тщательно следить за тем как вы будете относиться к денежным средствам дабы не стать на путь расточительства спонтанных и ненужных покупок иначе связь денежная энергия может ослабнуть и придется пожалеть о том что деньги уйдут из вашей жизни придется экономить на все тем кто живет на таком этаже нужно раз в три месяца обязательно заниматься благотворительностью когда проблем с деньгами никогда не будет они будут только приумножаться в вашей жизни четвертый этаж если вы колья карьерист и для вас деньги играют большую роль то есть это цель вашей жизни то выбирайте именно этот этаж однако него особо усердствуйте придаваясь работе накоплению денег не стоит забывать что все должно быть меру ведь денежная энергия не любит жадных людей и те кто не умеет вовремя остановиться поэтому работа должна с полноценным быть отдыхом должно уделяться внимание близким людям семье родственникам тогда не только денежная энергия но и другие положительные энергии будут к вам поступать в нужном количестве если этого не сделать то можно превратиться в брюзгу человека консерваторы и в итоге остаться без поддержки родных и близких людей даже крепкая семья к сожалению может распасться поэтому здесь пожалуйста не рискуйте далее пятый этаж вы любите познавать все новое учитесь предпочитаете не стоять на месте и стремитесь постоянно менять свою жизнь в лучшую сторону не останавливаясь на достигнутом для вас не существует не существует каких-либо жизненных ограничений и преград в оптимист по жизни реально умеете оценивать жизненные ситуации помогать людям также вы общительны он имеете много знакомых и хороших друзей то есть вы душа компании и для вас важно мнение окружающих людей вокруг вас в основном находится чистосердечные люди которые готовы всегда прийти на помощь если у вас возникнут трудности и ибо они любят и уважают вас поэтому пятый этаж идеален для вас он поможет вам приумножить все то хорошее вашей жизни и вам житься будет удобно уютно и комфортно далее шестой этаж на этом этаже хорошо будет житься творческим людям которые являются приверженцами красоты которые с большой любовью подходят к тому что делают здесь они смогут черпать вдохновение для новых своих свершений если на каком-то этапе получился энергетический творческий застой на данном этаже получится с легкостью от этого избавиться все идеи которые будут посещать голову с легкостью воплотятся в жизнь еще здесь хорошо будет житься людям которые проявляют заботу по отношению другим людям и окружающему миру которые способны помогать и не ждать абсолютно ничего взамен таких людей любит вселенная поэтому самым лучшим для для них вознаграждением считается признание и благодарность со стороны окружающих их людей который идет от чистого сердца этот этаж идеально подходит для жизни с детьми они будут подпитываться сильными энергиями не будут капризничать и иметь счастливую судьбу далее у нас с вами друзья седьмой этаж если вы очень общительный человек который любит животных не представляет свою жизнь без них и общения если вы не можете находиться в одиночестве то не останавливайте свой выбор на этом этаже ибо это еще больше может усугубить ваш психологический дискомфорт это же очень хорошо подход для людей которые комфортно чувствуют себя сам на сам получает от одиночества той тишины что их окружает удовлетворение которые не желают чтобы кто-то вмешивался в их жизнь и редко обзаводится семьями так как в одиночестве они черпают своеобразное вдохновение создавая вокруг себя душевную гармонию которая понятно только им они готовы много внимания уделить своей работе из-за чего из таких людей получаются карьеристы и хорошие руководители они не знают денежных проблем а удача и стабильность становится их спутниками за упорство которые они прикладывают далее восьмой этаж и восьмой этаж для людей которые имеют много шансов для того чтобы стать богатыми правда для этого им приходится много трудиться прикладывая всю свою сноровку а также знание умения что с успехом вознаграждается поступлением денежных средств в их жизнь вообще-то число 8 это число людей которые занимаются предпринимательством собственным бизнесом и людям которым присуща находчивость если даже создаются ситуации что дело оказывается неприбыльным теряются вложенные деньги они умеют выйти с легкостью из сложившейся обстановки сохраняя при этом целостность энергии возвращают с легкостью деньги но и не только возвращает но еще быстро способны их приумножить далее девятый этаж этот этаж подход для любителей путешествий для людей которые с легкостью меняют обстановку и свое окружение живя на этом этаже они будут пополнять свой запас жизненной энергии новые эмоции будут привлекаться в их жизнь проживание на этом этаже также подходят людям которые воспринимают окружающий мир нестандартно глубоко судят о происходящем вокруг них могут совершать важное открытие о которых знают они только одни то есть людям которые вносят изменения в общественную жизнь очень комфортно жить в домах которые имеют девять этажей такие дома способны притягивать сильные энергетические потоки которые помогают людям добиваться желаемого приумножать имеющиеся и привлекать то что хотелось бы увидеть нового в жизни что же несут себе этажи дома которые расположены выше девятого этажа и так 10 этаж если вы обладатель сильной энергетики стремитесь властвовать занимать лидерскую позицию во всем что вас окружает то есть на работе в семье среди друзей в окружении целом то живя на таком этаже вы только усилите эти свои жизненные позиции что в результате приносить вам будет желаемый эффект и результат одиннадцатый этаж именно это число этажа наделяет живущих на нем сильными и волевыми чертами в характере будут удачным вариантом для людей с большими амбициями которые стремятся к большому и лучшему чем имеет на данный момент для людей которые имеют завышенную самооценку и умеют себя зарекомендовать далее 12 этаж энергетика этого этажа может негативно сказываться на характере человека влияя на его биополе дело его неуверенным в себе в своих действиях и поступках также люди живущие на этом этаже будут нуждаться в постоянной моральной поддержке и совета противостоять энергетики данного этажа могут только люди с сильным и волевым характером имеющим крепкое биополе если вы не относитесь к таким людям или же подвержены чужому мнению и влиянию со стороны вам стоит воздержаться от покупки жилья на этом этаже далее 13 этаж люди обладающие талантом изобретателя которым присущие идеи новаторства будут себя положительно чувствовать на этом этаже так как это необычные люди которые стремятся создать что-то новое интересное правда часто их стремление и идеи не совсем понятны для окружающих их людей но это не мешает им в их стремлениях это идеальный этаж для людей с экстрасенсорными способностями здесь они только приумножатся далее 14 этаж люди люди живущие на этом этаже будут иметь особую связь с удачей она всегда будут на их стороне и все за что они будут браться смогут с легкостью осуществлять многого добиваются никто и членов семьи не будут знать что такое неудачи и бедность только приятные события будут преобладать в квартире на таком этаже 15 этаж очень подходит для людей которые имеют внутреннее внешнее обаяние они многого добьются в своей жизни так как противостоять этим людям нет никакой возможности они имеют много влиятельных людей в своем окружении которые всячески готовы помогать им в достижении поставленных целей этот этаж поможет одиноким людям обзавестись в короткий срок крепкой и дружественной семьей далее 16 этаж энергетика этого этажа наделяет живущих на нем рискованными и авантюрными чертами характера их свободолюбие покоряет людей которые находятся рядом им удаются идеальные бизнес проекты которые способны принести немалую прибыль эти люди любят приключения не пугаются жизненных трудностей благодаря чему очень быстро с ними справляются далее 17 этаж это этаж для людей которые преуспевают и многого добиваются в жизни полагаясь только на свои силы знания и удачи для них не существует идеалов они хорошо привыкли сами решать что в жизни хорошо а что плохо не полагаясь на чужое мнение это сама сами самостоятельные в своем развитии люди которые идут только по своему выбранному пути этот этаж не подойдет ленивым людям так как это качество усилится и человек потеряет то что уже сумел обрести каким-либо образом далее 18 этаж энергетика этого этажа будут способствовать помогать реализовать живущих на нем свои планы и желания наделяя таких людей очень сильной энергии однако живущим на этом этаже могут приобрести черты вспыльчивого и импульсивного характера что не всегда будет благоприятно сказываться при принятии того или иного решения поэтому людям которые не умеют контролировать свои эмоции не стоит селиться на таком этаже чтобы потом не жалеть далее 19 этаж вот 19 этаж усилит и наделит властным характером человека что создаст определенные преграды для него это может сказаться и на рабочих и на семейных отношениях лишить окружения как среди друзей так и родственников поэтому кто собирается жить на этом этаже следует научиться подавлять в себе чрезмерные лидерские черты характера и не идти показывая принципы наперекор всем кто рядом 20 этаж на таком этаже часто люди живущие подвержены всевозможным иллюзиям имеют к сожалению нереальные мечты из-за чего упускает шансы которые преподносит им судьба им сложно приспособиться к быту и трудностям которые встречаются на их пути противостоять всему этому смогут люди только с сильным биополем но порой она способна ослабевать и человек не всегда способен это ощутить поэтому стоит выбирать другой этаж чтобы жизнь складывалась более менее удачно 21 этаж благоприятен и все мысли живущих на нем материальный все что не пожелается о чем не мечтается будет сбываться достаточно быстро это этаж везунчиков на нем люди будут жить в свое удовольствие не зная особых жизненных трудностей далее 22 этаж если вы не решительны не уверены в своих силах вам не стоит жить на этом этаже потому что вся ваша жизнь будет протекать по принципу как поступить в той или иной обстановке вам трудно будет принять то единственное правильное решение что будет негативно сказываться на вашем психологическом состоянии нервозность будет наполнять вашу жизнь и сделает к сожалению ее несчастной семья живущие на таком этаже будет подвержена конфликтам и недопониманиям и также не будет крепкой 23 этаж обычно на этом этаже поселяются те кто очень много хочет от жизни но сами такие люди не стремятся к тому чтобы что-то изменить в своей жизни не прикладывают никаких усилий поэтому мечты в основном остаются не реализованы а жизнь к сожалению не удается поэтому если вы человек решительный способны чего-то добиваться в жизни то энергетика этого этажа не для вас потому что рутина засосет и выбраться из нее будут практически невозможно далее 24 этаж если вы по жизни согласны принимать все происходящее негативное как должное и не готовы давать отпор то можете поселиться на этом этаже энергетика этого этажа несет в себе страдания и нестабильность поэтому человеку с нормальным характером и желанием контролировать свою жизнь будет трудно проживать на этом этаже также денежные проблемы будут преследовать живущих на нем людей стоит задуматься нужно ли вам рисковать ведь есть много других благоприятных этажей друзья очень важно чтобы придерживались этих советов конечно же вам решать соглашаться с этим или нет но купив желанную дорогую квартиру а затем чувствовать что мне что-то не так вряд ли кому-то захочется поэтому прежде чем решиться на определенный шаг обязательно подумайте все ли вы делаете правильно чтобы потом не жалеть о непредвиденных каких-то ситуациях а жить в своей квартире в окружении любящей семьи и с удовольствием в изобилии и счастье это превыше всего друзья с вами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации но прямо сейчас на экране друзья увидите два прямоугольника это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео